Заголовок сделаем. Критерии для проверки гипотезы распределения. Критерии для проверки гипотезы распределения. Критерии для проверки гипотезы распределения. Первый, основной, наиболее популярный, это у нас такой критерий. Первое искусство, критерий х2, критерий х2, х2, критерий х2, критерий х2, в скобочках понятия для параметрической гипотезы. Итак, пусть дана выборка, пусть дана выборка, х1, и так далее, х2, неизвестного распределения, х2, неизвестного распределения, х2, проверяется, основная, в слухах можете пометить, сложная гипотеза. О том, что это распределение из некоторого класса распределений, F2, где F2, распределение известного типа, распределение известного типа, определяемого, определяемое набором, из M неизвестных, из M неизвестных параметров, θ равняется θ1, и так далее, θn. Всего M параметров известных. Ну, альтернативные гипотезы, соответственно, не запрещатся, то, что F не имеет распределения подобного типа, ну не пишите. Пусть, 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 это с крышкой, равно, это 1 с крышкой, и так далее, это 1 с крышкой, 3, оценка максимального правдоподобия, помните у нас такая была? По методу максимального правдоподобия, оценка максимального правдоподобия этих параметров. Этих параметров. Пусть выборка развита. Пусть выборка развита. На К интервалу. На К интервалу. На К интервалу. АНТ соответствующей частотой метров. Что это такое? Напоминаю, это число элемента выборки, которые попали в данные метров. Писать не надо, я думаю, это не симпатично. Дальше. Пустя. Теоретическая вероятность. Теоретические вероятности лучше. Теоретические вероятности. теоретические вероятности, попасть в эти интервалы, при распределении f это с крышкой ну то есть при каком распределении, распределении данного типа, когда в качестве, когда считаем, что параметры известны и равны, они вот этим оценкам получены по методу максимальных правоподобных ну так, кстати, вероятности находятся, напоминаю если аи до интервала, то у нас интервал такого типа от аи минус один до аи соответствующие по интервалах через функцию распределения функция распределения аи дай минус функция распределения аи дай минус один где f вот это с крышкой функция распределения r вот вот так можно сказать то есть вероятность легко находить через функцию распределения она у нас известна, поскольку мы знаем тип распределения и параметры соответствующие итак, теоретические вероятности посчитали по этим правом после этого мы можем посчитать теоретические частоты теоретические частоты теоретические частоты попасть в данные интервал. Теоретические частоты попасть в данный интервал. Ну, то есть, как мы частоты считаем. Мы берем вероятность попасть в этот интервал и, естественно, умножаем на что? На объем выборки. Вот у нас выборка представлена в виде интервального ряда. Мы знаем эмпирические частоты, то есть, сколько там реально значений попало из этой выборки в эти интервалы. И посчитали таким образом, сколько по теории должны получаться частоты в этих интервалах. Логично, в каком случае принять гипотезу, когда теоретические и эмпирические частоты не слишком сильно отличаются друг от друга. Конечно, да? Но осталось договориться о том, в каком смысле мы будем понимать, что они не слишком сильно отличаются друг от друга. А понимаются они в таком случае. Запишем. В качестве статистики критерия В качестве статистики критерия берется функция К равняется сумма К равняется сумма и равняется единичка до К. То есть по всем интервалам наверху НИТ минус НИТ штрих в квадрате и разделить на НИТ штрих. Вот с помощью такой функции мы будем оценивать расхождение между теоретическими и эмпирическими частотами. Наверху в скобочках у нас что стоит? Разность между теоретической и эмпирической частотой Вызвели в квадрат, чтобы случайно у нас положительные и отрицательные разности не убили. И для нормирования мы поделили это на теоретическую частоту. Ну и прошлись и посчитали вот все такие выражения по всем интервалам и сложили их. Замечу сразу, что эту формулу можем упростить. Если раскроем скобочки и примем во внимание, что сумма, что теоретические, что эмпирические частоты должны равняться в самем выборке, то получим вот такую формулу НИТ в квадрате. То есть эмпирическая частота в квадрате разделить на теоретическую частоту. Сумму такую прошлись и вычли потом объем выборки НИТ. Можно использовать так, чуть более простую. Теорема. В скобочках вроде как хишка. В большинстве источников пишет Персона. Раньше и у Черновой так было, но я посмотрел последнюю реакцию на днях. Она исправилась и написала Персона. НИТ, значит, на самом деле видно как оно и есть. Если гипотеза, если гипотеза H0, верна. Так. Думаю, на самом деле. Стоит. Стоит гипотеза, сомма. слабость напоминает распределение к распределению хи квадрат числом степеней свободы К минус М минус 1 давайте еще раз напишем ввиду важности этого факта распределение хи квадрат распределение хи квадрат с К минус М минус 1 с К минус М минус 1 степенями свободы с К минус 1 степенями свободы где К тире число интервалов где тире число интервалов н тире число параметров распределения н тире число параметров распределения дик ну вот так вот важный факт Если не годна, то легко показать, что эта функция лежит на бесконечность, но это доказывать не будет, не надо писать. Сегодня доказательство будет погибло. Дальше напишем так. Для заднего уровня значимости α Для заднего уровня значимости α найдем критическую точку, что вероятность того, что вот это распределение х квадрата точнее, случайно увеличена по этому закону больше либо равно критической точке равнялся То есть вероятность попасть в правее металлической точки будет равновой в значимости α Ну и критерии согласия х квадрата Х квадрат У нас будет выглядеть так Основная гипотеза нашла о том, что наше распределение f будет типа f θ если вот эта вот сумма k окажутся ленией критической точки и эта гипотеза у нас отвергается если проверить критические точки вот это основное очень популярное учебное критерий, которые входят в любую стандартную программу в любую область Единственное, что когда рассказывают теоремку опускают ряд многих-многих деталей на самом деле эта теорема то, что я сформировал на самом деле не верна потому что у нее еще куча куча оговорок так получается, что мы из каждого интервала в каждом интервале мы берем разность между теоретической и эмпирической частотами возводим эту разность то есть погрешность в квадрат делим на теоретическую частоту и берем сумму по всем интервалам очень интересное распределение у нас происходит получается, если у нас интервалов меньше, чем параметров мы ничего сказать не можем это хороший вопрос только там по условию тоже есть кстати редко пишут что на самом деле число интервалов k должно быть больше чем число параметров еще и плюс единичное то есть минимум на 2 он должен быть больше но это мало где написано и с одной стороны в конце у него ляп на ляп как раз в этом разделе в частности он там бодро применяет критерий в том случае где применять нельзя там где у него два интервала а число параметров ну там распределение 0,1 нельзя да и вообще нельзя на самом деле сейчас оговорки скажу все мы писать не будем потому что вагоны маленькая тюрешка но самая важная оговорка которая во всех крышках есть а ну во-первых где не всегда есть давайте замечание что-то напишем но объем выборки объем выборки объем выборки должен быть достаточно большим запятая ну хотя бы 50 то есть 25 30 применять смысла нет 50 это минимально приемлемо почему видите здесь в теорете у нас же не имеет такое распределение он всего лишь слабо сходится с таким распределением так что пока он начнет слабо сходиться а это после 100 объема выборки происходит слабо сходимость это слабо сходимость распределения вот ну то есть функция распределения сходится функция распределения хипотан ну не обязательно такие толькости брать но факт тот что это не сразу начинает а только с некоторого объема выборки так что здесь на самом деле критерии не точного уровня асинтетического уровня в прошлый раз написали так это важное замечание следующее важное замечание которое везде пишут следующее замечание частота каждого интервала должна быть не менее 5 то есть она их должна быть больше равна 5 в некоторых книжках пишут строгое неравенство больше 5 где-то 6-8 ну пусть будет 5 так что если меньше то что мы делаем интервал объединяем с соседними если меньше если меньше то интервал объединяем с один из соседних ну это такие замечания на самом деле не 2 не 2 а не 3 не 4 а вот пятерка откуда она берется в чем точно сказать не смотрел но смысл такой что здесь вот когда доказательство используется предельная теремка она вот когда меньше 5 то там это слагаемое может дать очень большую погрешность она сразу может взлететь потому что в общем здесь мы можем поделить на что-то маленькое не то что это 0 но близкое да не очень большое и на самом деле еще где не пишут на самом деле интервалы обычно интервалы мы как с тандартным образом делаем на равные делать на самом деле не всегда удобно брать интервалы равные вот в этом признаке чтобы оно лучше работать да не надо писать все равно возьмите лучше нормальные учебники тоже самые черновые не надо все писать в конспекте все равно все не запомните и в голову сейчас не уложите а только основное лучше писать значит желательно брать на интервалы на самом деле разбивать такие чтобы в каждый интервал примерно попадала по знаковой физической частоте ну или по эмпирической большой одинаковые не по длине а по частоте лучше так но обычно на это плюют что и все равно работают во всех книжках обычно так но вообще пишут что в более серьезных книжках что лучше работает если так интервалы разобьем какие еще на самом деле замечаниях теоремка фишер сформулирован на самом деле не совсем точно в многих книжках даже не пишут что оценки параметров тета должны с принципом максимального правдоподобия на самом деле в этой теоремке в этой теоремке теоремки мы должны подобрать параметры таким образом чтобы вот эта функция была наименьшая ну это уж точно не надо не будем писать не будем брызмом заниматься иначе экзальством все должны писать как только начну писать так все лекции закончатся мы никуда не продвинемся дальше в общем намного отговорок но на самом деле ничего страшного если поэтому это возьмете неожиданно теоретические частоты оказались теми же самыми да получается у нас есть еще другое распределение другого типа у которого вдруг неожиданно теоретические частоты оказались теми же самыми же самыми так получится что 3х2 и эту гипотезу мы тоже одобрим так что на самом деле если быть совсем строгим проверяем не такую гипотезу а о том что распределение такого типа что теоретические частоты будут удовлетворять именно у нужного типа тем более их не так уж много на практике так что оговорок в теории если мы начнем делать очень очень много в чем смысл последний оговорок в том что может одна функция распределения удовлетворять двум разным классом если число интервалов мало допустим два три да я кучу таких распределений понапишу из головы другое дело что они конечно к жизни имели отношения не будет а с теорией напишу много а с учетом того что распределений не так уж много если интервал достаточно много ну как правило автоматически будет выполняться ничего страшного если мы этого знать не ну ладно с оговорками закончили давайте пример приведу пример пример пусть имеется вариационный ряд 5 и 5 и и и 5 5 и 5 22 и 8 объема равняется 120 теперь разбиение его на 8 и на 8 и 8 8 8 на 8 и 9 получили интервал 9 получили интервальный ряд получили интервал 10 0 и 6 интервал здесь соответствующий 1 1 2 1 1 Частота 12 получилась. Следующая, второго, 6,4 до 8,6. Ну, здесь, понятно, минимальное значение, это максимальное. Размах выпадки, по 3 до 8, получили шаг 2. Так, дальше. Сейчас. Здесь, конечно, 7,4, конечно, шаг 2,2. А здесь, соответственно, может быть... 7,4, и 9,6. Следующий, второго, вот 9,6. До 11,8. Потом у нас, когда 11,8 до 14. Давайте мы 14 до 16,2. До 16,2 до 18,4. До 18,4, до 26. 26 и 22 и здесь сумма значит один выборки на смесь по 20 частоты по этим интервалам у нас эфирически если вы посмотрите на и контровальный ряд вы какую гипотезу распределения разумно выдвинуть если не последнюю не последнюю столбец то нормально 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 ну то есть по центру наибольшие частоты нужно располагаться а тут примерно одинаково да небольшой проверить гипотезу равномерность распределения проверить гипотезу равномерность распределения при уровне значимости при уровне значимости ну так пусть наше неразвестное распределение что на эти значения оценки этих параметров с помощью это максимально правдоподобие если помните в конце во второй половине третьей лекции это дел помните брали распределение от нуля до левый конец был известен на правый тэп когда у нас качестве оценки мы что брали максимальное значение но из тех же соображений применить примерно те же самые рассуждения мы получим оценки если у нас будет максимальное значение Оценка максимального правдоподобия проекта. Теоретическая вероятность по данным интервалам чего должна равняться? Одна восьмая, да? В общем, каждая вероятность одинаковая. А, для каждого интервала? Да, начало одной восьмой. Это теоретические вероятности. Легко находиться, без всяких функций распределить. Напишем, теоретические вероятности. В это равняется одной восьмой. Ну, а теоретические частоты. Соответственно, опять-таки, та же, что и важны чему равняться. Объем выборки на вероятность, да? Получаем 15. Ну, понятно, что если распределение равномерное, то по теории должны по 15 каждый интервал попасть. Да, теоретические это те, которые мы из... С точки зрения теории. Считаем, что действительно у нас распределение равномерное. И это как начало, а это интервал, на котором равномерное распределение. Если мы возьмем частоту интервала реальную и поделим ее на объем выборки, это будет... Столько, это пока теоретическое. Вот, это уже эмпирическое будет. Считайте, что мы... Нет. Эмпирические вот они, да? Ну, вот это... Эмпирические здесь. А это теоретические. Теоретические должны быть 15. Вы считаете, что мы не статически занимаемся, а теорией вероятности? Что вы имеете дело с равномерным распределением? Название просто. Угу. Ну, теоретически то, что из теории должны получить, а эмпирические то, что нам выборка дало. Понаблюдение. Вот. Значит, теоретические частоты здесь легко высчитаются. Ну, и дальше мы что должны посчитать? Это на сумму. В нашем случае, это число интервала 8. Здесь у нас будет нпд минус нпд штрик. В квадрате разделить на нпд штрик. Мы считаем. Ну, я вымешу, не прыгнусь. Значит, первое оставляем вам, как говорим, 12. Обычно это вычисление оформляет табличку. Ну, здесь я не вижу смысла в табличке оформлять. Так посчитаем. 12 минус 15. Позвоним в квадрате делим на 15. Плюс следующее слагаемое. 17 минус 15 в квадрате делим на 15. Плюс 14 минус 15 в квадрате делим на 15. Плюс следующее. 15 минус 15 в квадрате делим на 15. 18 минус 15 в квадрате делим на 15. Плюс 14 минус 15 в квадрате делим на 15. Плюс 13, минус 15, пока теперь 15, здесь последняя слагаемая, вроде бы, или пропустил, черта, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, все правильно, 12, минус 15, повратим, делим 15, ну, считаем. Еще у нас общий знаменатель есть, так что мы будем простить деятельность. Здесь у нас отклонение антирической частоты актиритической, сколько будет, три, да? Ну, да. Которые цели есть, значит, дальше у нас плюс четыре, плюс четыре, плюс девять, плюс один, дальше будет четыре, и плюс последняя шестнадцать. Ну, ничего, допустим, если посчитаем, получается у нас сорок восемь на триднадцать, и получается в итоге у нас три и два, по-моему, да? Да, три и два. Здесь давайте еще вот ридекс поставим на бут. Ну, то есть иногда, конечно, говорят, наблюдаемое значение в коктейрах. Три и два. Теперь должны хватить при этом уровне значимости. Взять и стараться. Напишем так. При уровне значимости, при уровне значимости, альфа равняется 0,05, при уровне значимости, альфа равняется 0,05, и в числе степеней свободы, и числе степеней свободы. С у нас, как считаем, число интервата, минус число параметров, минус один. В нашем случае, К это число интервата восемь. Распределение у нас, какие параметры назовется? Двумя. Если было показательное распределение, то параметры были болеют. Нормально, опять же, двумя. Мы имеем семенчик еще. Получили, что это у нас равно пяти. Дальше либо берем, опять же, нашу табличку, которую я скидывал в Telegram, либо в X7 берем функцию X2OBRA2X и по ней считаем. Получаем мы, ну, Т-клинического считаем, прошу, от уровня значимости 0,05 и 4 степени х свободы 5. Сколько у нас получилось? 11. 11. И сравниваем. Видите, два числа. Критическая область, это у нас справа от этой точки. Область принятия гипотизы слева, суткавычная. Наблюдаемые, получили третьего. Так как, давайте так напишем, х квадрат наблюдаемое. как вам угол, смысл понятия также здесь бывает пишет не t критическое, а х квадрат просто хотя по смыслу совсем нет, потому что т критическое то гипотеза о равномерном распределении принимается то гипотеза о равномерном распределении принимается ну вот так вот все работает в принципе логично было предположить в самом начале потому что видно, что частоты примерно равномерно раскидываются что вполне естественно если были где-то побольше отклонения, надо было смотреть насколько они больше угладываются они до 11 по этой схеме так, ладно, дальше сделаем заговорочек, второе ремское просто критерий х квадрат критерий х квадрат критерий х квадрат постановка задачи отличается от предыдущей и следующей постановка задачи отличается от предыдущей и следующей постановки задачи отличается от предыдущей и следующей постановки проверяется основная гипотеза проверяется основная гипотеза основная гипотеза х 0 то что наше распределение совпадает со вступлением F1 где F1 известное распределение известное распределение известное распределение с известными конкретными значениями параметров с известными критерами с известными конкретными значениями параметров То есть, поняли, что в предыдущем случае матери реалии, что наше распределение принадлежит к некоторому классу, нормально будет, радомерно, но параметры неизвестны. А здесь считаем, что она будет конкретным распределением конкретного типа, да еще с такими именно значениями параметров. Отличается по словам передачи, да? Значит, как здесь поступаем. Идеология все точно такая же. Также сравниваем по интервальной выборке эмпирические и теоретические частоты. Тоже в качестве статистики распределения берем ту же самую функцию. Напишем так. В качестве статистики берем ту же функцию. В качестве статистики берем ту же функцию. Продолжение следует... теоретически частоты чуть-чуть по-другому вычисляться потому что мы до не написать там технические счету ты считали считали верят за известные параметры оценки а если они уже просто даны условия это уже расписано если если гипотеза если гипотеза а шмур как правильница как правильница верно а это сумма Слабо расходится с хи квадрат, но уже с ка минус один степени свободы. Слабо расходится. Запишите, в большом все важное действие. Слабо расходится. А, слабо сходится. Распределение хи квадрат с к минус один степенями свободы. То есть разница у нас какая? Что число степеней свободы будет больше. Не учисляя число параметров. Кстати, значение от агрегатической точки у нас тоже будет больше. Так что, на самом деле, как ни странно, хотя это утверждение выглядит более строгим, чем предыдущие. Шанс за то, что мы приверли к гипотезу будет больше. Критическая зона-то меньше. Ну, это опять же такие тонкости. Надо учитывать, что мы имеем, когда подбираем критерии, мы учитываем две ошибки. И первый, и второй. Здесь мы подбираем три ошибки. При фиксированной ошибке первого рода будет больше. Шанс принимать пятую гипотезу более строго будет больше. Так. Ну, напишем так. Далее. Все аналогично предыдущим критериям. Не будем расписывать. Далее все аналогично предыдущим критериям. Следующая, третья римская. Критерий. Калмагурова. Установка задачи здесь аналогично предыдущим. Отпустим. Отпустим. Х1. Далее Х1. Выборка неизвестного распределения. Или просто. Выборка распределения. Ф. Выборка распределения. Ф. Проверяется простая гипотеза. Проверяется простая гипотеза. Х0. О том, что это распределение будет совпадет с распределением Ф1. Против. Альтернатива. Что не будет отличаться от распределения. Ф1. Если. Ф1. Имеет. Имеет. Непрерывно. Имеет. Непрерывно. Имеет. Непрерывно. Имеет. Непрерывно. Функцию распределения. Имеет. Непрерывно. Функция распределения. то. Применим. Критерий. Двоеточие. Ну, применить четыре двоеточие. Пусть функция К. Пусть функция К. Корень из-за n умножается на супрайму. Пусть функции отклонений выборочной функции распределения и вот это вот теоретическое. Где, вспоминаю, это выборочная функция выборочная. Функция Распределения. Это верхняя и нижняя границы. Ну, давайте сейчас поясню раз вопрос. По какому множеству? По множеству x всему. На все числа прямой. Угу. Как вы думаете, кстати, почему СВМ, а не максимум, как в том же письме нам написано? Максимума, наверное, может и не быть. И, естественно, ничего его может не быть. Ну, у нас выборочная функция распределения. То есть, это непрерывно. Здесь все в порядке, да? Непрерывно возрастающее. А выборочная, у нас как? Под нашими ступеньками идет. Вспомнили, да? То есть, они разрывают там, где на концах ступенек. И вот этот максимум, наибольшее значение от этой разницы, как раз вот в этих разрывах может и достигаться. Поэтому ступенек надо писать, конечно, две слова. А не максимум. Супремум по x, прибегающим r просто. Да, да. Не убью. Я же говорю, если мы будем заниматься здесь призмом, то читайте учебники, где тыща страниц и больше. А здесь нам это нереально. Мы на каких-то подмножествах. Мы постоянно здесь всякие детали опускаем, только для того, что немножко говорим неверно. Вот мы баланс какой-то пытаемся соблюдать, но должны понимать, что не все, что я говорю, а уж абсолютно точно верно. Вот. Так, ну ладно. Значит, тут вполне естественно. Вот это разность общей страницы к нулю, если гипотеза верна. Но страницы к нулю, например, вот с такой скоростью, куриний зэм. Если умножаем на куриний зэм, то она будет, вот эта величина стремится к некоторой случайной величине, которая называется распределением по магнуму. Сейчас это теория проявлена. Теория проявлена. Теория проявлена. Если гипотеза H0 верна. Слабо сходится. Давайте вот такую ловку поиспользуем, чтобы пойти к нему дать скарп. Красивое видео. Распределение крова-города. С функцией распределения, с функцией распределения, с функцией распределения F, как X сравнивается с суммой, по целым G минус единички, минус единички в степени G, и в степени минус 2G в квадрат X в квадрат. Вот такая симпатичная функция. Почему он так соответствует? В смысле, с чем? Ну, сейчас давайте дорасскажу потом в комментариях. Для уровня значимости α. Для уровня значимости α. Для уровня значимости α. находим Т. Такую, что вероятность того, что в квадрате значимости α. Мельчайная причина с этим законом Громадурова будет больше либо равна для критической функции А. Ну и получили критерию. С. Значит, H0, если АК меньше, это критическая, и H1, если К больше, это критическая. Ну, то есть, это критическая, это опять же, квадрате уровня значимости α. Понятно, что вручную это найти проблематично, да. Но эта функция табулирована, только мало где ее можно найти. Ну, не знаю, в стандартных учебниках у них, там типа в Мурманах, в Кселе тоже нет ее. Ну, где-то она есть, где-то НАТО выигрывает. Так что тоже по таблицам, да, если честных пакетов, это критическое можно найти. Как это вводится вообще в распределение Комакова? Ну, просто вот про нормальное, правило. Ну, изучал как раз поведение вот таких вот функций. Клипаний? Да, и вот то, к чему вот эта функция будет сходиться, он эту функцию следовал, показал, что она будет иметь вот такую функцию распределения. Я обозывал это распределение функция Комакова. Или после него обозывали функция Комакова, распределение Комакова. Ну, вот она так и вводится, как то, к чему стремится вот такая вот величина. Вполне естественное определение, потому что это достаточно важная характеристика. С другой стороны, почему-то и критерий выглядит таким приятным и простым, да. И, ну, вручную его считать, конечно, неудобно. Но машинным кодом, по идее, он должен реализоваться в том числе не 10 строчек. Простая карта. Если бы здесь было недискретное пространство, то там, конечно, сумма интеграл бы более привычной была. Нет, ну, Suprem здесь найти легко. Ну, как же. Это обычно вот такие. Это у нас разрастающая функция, да? Значит, где на самом деле Suprem будем искать? Только в концах ступенек всех. То есть конечный перебор и все, да? На счетном числе. Да, да. Не на счетном, а конечном. А то же не конечном. На конечном, конечно. Число ступенек же это… А, да. Выборочное. Да. Объем выборки, число ступенек. У нас N, да. Ну, и берем два ряда ступенек и… Значит, 2N, да? То есть, в 2N точках нужно будет посчитать это и выбрать из них наибольшее. Простая задача. 10 срочек кода я и говорю. Но почему-то этот критерий популярности не получил, а в основном бездно используется. Почему? Не знаю. Это не ко мне. Ну, вот почему-то в наиболее простых учебниках это распределение даже не табулировано. Ну, я знать ее, считаю, не мешает. Что такое здесь? Так, следующий заголовочек. Критерий однородности. Сделаем так вот. Критерий однородности. Ну, может, почему еще предыдущий критерий не получил? Потому что, когда он был там, а некий компьютер не существовал, может, был ручной вообще. А ручным образом, конечно, эту вещь обсчитывать никакого удовольствия. Ну, в отличие от персонажа. Может, поэтому. Исторический. Значит, что это такое? Ну, пока не пишите. Вот, допустим, у нас имеется случайная личина одного и такого типа. И различным образом берем две выборки. Еще выборки могут быть даже разного объема. И ставится задача о сравнении этих выборок. В том смысле, будут ли они однородны. Когда эта задача возникает? Ну, допустим, мы взяли одну выборку случайным образом, другой случайным образом. И нужно проверить, действительно ли одна из этих выборок или обе были выбраны случайным образом или какое-нибудь там ручное вмешательство было, да? Или просто неверная методика. Если не совпали, значит однородности нет. Значит, где-то мы что-то делаем не так. Вот такая задачка может быть. То есть, для проверки правильности метода выборки, как выбираем данные. Где это еще может возникнуть задачка? В медицине. Допустим, взяли две группы больных, да? Одну из них лечим традиционным образом, а другой даем лекарство. Если проверили, взяли потом эти две выборки, сравнили их между собой. Если увидели, что они однородного типа, значит, какой делаем вывод о новом лекарстве? Или вообще, где вторая группа вообще ничем не лечит? По фломицин ничего не помогает, да? А если выборки уже будут отличаться, в частности, средняя будет отличаться, да, значение, значит, уже эффект от лекарства есть. Ну, то есть, такая задачка часто возникает и в медицине, и вот при изучении, насколько правильно мы выбираем, берем, составляем выборки. Однородные стоящие одинаковые функции распределения? Да, да, однородные в том смысле, что они выборки из случайных величин с одинаковым распределением. Так это надо понимать. Сейчас точно сформулирую, просто видение показывало, откуда эта задача вообще возникает. Сейчас более точная основа такая задача. Ну, а давайте напишем число-то римское, критерий Колмогорова-Смирнова. Число-то римское, критерий Колмогорова-Смирнова. Пусть имеются две независимых выборки, пусть имеются две независимых выборки. Пусть имеется две независимых выборки. Пусть имеется две независимых выборки. неизвестных, неизвестных, непрерывных распределений, непрерывных распределений, неизвестных, непрерывных распределений. Обозначен как F и G. Проверяется основная гипотеза, проверяется основная гипотеза H0, о том, что эти распределения совпадают против H1, потому что они не отличаются. В качестве статистики периферия берется функция, как равняется и отклонение их выборочной функции распределения. Здесь выборочная функция распределения. В выборочной функции распределения. Просто выборочная функция распределения. Терем. 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 Опять используется к распределению комодоров Ну, далее точно так же, как и в предыдущей задачке Ну, напишем. Критерий по этой части Значит, такая Квантиль уровня значимости альфа Квантиль уровня значимости альфа Квантиль уровня значимости альфа Квантиль уровня значимости альфа распределение К оказалось меньше критической точки и отвергаем, если К больше на критической точки. Опять же, выглядит критерий симпатично, там легко проверяемо, но опять же, почему-то большой популярностью Водик не пользуется. Критериев однородности много еще. В частности, довольно-таки любопытные есть критерии Виттенса, Норманна и Уитни, ранговые, где там при строении выбора печатаются в том числе значения, которые стоят на определенных местах в таком порядке. Мы его рассматривать не будем. Если что, посмотрите либо в книжке Мормана, либо в той же книжке Черно. Это не то, что я кидал, а осовремененный. Обновила. Наиболее популярный, в том числе даже в Экси, которые представлены следующие два критерия. Причем Фишера и Стюлента. Причем применяются они в такой последовательности. Сначала применяется Фишера, если гипотеза согласно Фишера принимается, то уже потом проверяется критерий Стюлента. Если нет, то уже Стюлента там работать не будет. Пятый следующий, да? Пятая римская критерия Фишера. Пятая римская критерия Фишера. Получается, что если по нашему критерию эти две исключения величины однородные, то значит, что соответствующие, вернее, если две выборки однородные, то соответствующие исключения величины они курируют? Нет, корреляция не подобная. Нет, корреляция несколько другая. Здесь имеется в виду следующее, если условие критерия выполнено, то можно принять гипотезу, принять, не знаю, что она верна, а что эти действительно выборки случайные и что они взяты из одного и того же закона распределения. У нас до этого же, а похоже, как раз выбор, коррелированность двух участков речей. Я такой не говорил пока еще, но буду говорить со следующей мы как раз будем обсуждать коррелированность и тому подобные вопросы и достаточно долго. Почти до конца. Пока это не об этом. Нет, пока не об этом. Пока совсем-совсем не об этом. Здесь, когда мы сравниваем однородность, мы начнем с того, что сравниваем корреляцию, мы можем сравнивать вообще совершенно разную вещь. Потому что разная природа и в разных единицах, да? Так что нет, совсем не откуда. Так, немножечко перерешивай. Нормальных распределений. Нормальных подчеркните. Это радиус предыдущей теоретики. И в течение нормальных распределений Значит, если проверять однородность, то она должна выполняться. Средне-технологическое клонение должно быть одинаково. Натасла гипотеза 10 примет и будет проверяться. Итак, проверяется основная гипотеза. Проверяется основная гипотеза. Это уже следующие критерии. Первым делом надо это проверить. Проверяется основная гипотеза. Проверяется основная гипотеза. H0. Сигма 1 равняется с сигма 2. Против. Альтернативы. Они не совпадают. А сами-то сигма нам, конечно, неизвестно. А? Нет, неизвестно. Неизвестно. Знаю только, что распределение нормальное. Вот, кстати, в предыдущем критерии Коммагору и Смирнову у нас не было таких ограничений. Единственное ограничение, что может быть непрерывным. Точнее, функция распределения. А здесь они именно должны быть нормальными. Но, допустим, на практике в основном они важны. Они счастливо возникают. В качестве статистики критерия берется функция. В качестве статистики критерия берется функция. А К равняется С квадрате Икс на С квадрате Чудрых. С квадрате Икс и С квадрат Икс. Соответствующая исправленная дисперсия. Соответствующая исправленная дисперсия. Причем С квадрат Икс в очереди бракон С квадрат Икс. Если нет, то меняем и ставим. Если нет, то меняем и ставим. Не важно, какой объявить за Х, какой за Й. Если нет, то меняем и ставим. Ну да. Ну да. Теорел. При верной гипотезе H0. При верной гипотезе H0. Около всего. С квадратной широты. так по-моему означает со степенями свободы n-1 и n-1 распределение фишера с мелькера в дальнейшем просто будем фишер называть или распределение распределение фишера с мелькера с n-1 и n-1 степенями свободы здесь мы опять же воспользуемся нашей любимой основной керемкой есть третья лекция такая была 4 пункта связывающая эти основные распределения с параметрами с выборочными характеристиками напишем так согласно пункту 3 теоремы из лекции 4 согласно пункту 3 теоремы из лекции 4 н-1 умножается на с квадрата с великой сигнал в карате имеет распределение х квадрата с n-1 степенями свободы было бы снахватно что мы х квадрат или аж пишем ну да можно сказать х квадрат не будем паристами что вам удобнее так пишите что больше нравится и то и другое ну просто здесь какой нюанс когда если быть паристами когда мы берем аж мы имеем ввиду распределение х квадрат мы имеем ввиду случайную величину которая по этому закону распределена ну такой нюанс с другой стороны если не быть паристами а на понимание пишите что вам больше нравится вот был такой теремен ну я отсюда если сегма 1 равна сегма 2 то есть вернание будет за 100 как мы можем записать проделаем такой трех мы на два ножка разобьем здесь напишем сегма 1 сегма х квадрат а здесь а здесь а здесь сегма 1 сегма 1 сегма 1 квадрат здесь сегма 2 квадрат на сегма 2 квадрат но если они равны то ничего не меняется да? а с другой стороны если так запишем первый множественный видите на это похоже да? только чему у нас тут лишнее мы не хватаем н минус 1 да? так что это у нас будет что иметь распределение х квадрат х квадрат делить на со степенями степенями сколько будет н минус 1 ну ладно пишу просто х квадрат на н минус 1 а здесь то же самое только переговоры х квадрат на м минус 1 а это у нас есть по определению распределения сейчас на декор это экзасито элементарное экзасито элементарное экзасито элементарное ну так вот оно и берется ну а дальше точно так же критерии пусть так критическое критическое склон кивантик уровня значимости аква кивантик уровня значимости аква распределение таблицу не выкинул но в excel помните у нас готовая функция но дальше все как обычно гипотезу мы принимаем что действительно у них дисперсия совпадает если значение критерия критерия как обычно несколько металлов опять же лучше не подзапись это лишняя предыдущих критериев как они работают если гипотеза верна то наша статистика сходилась из беда сходилась не просто именно и определенное распределение если неверно то убегал на бесконечность вот в этом случае тут несколько делом стоит по-другому если неверно то понятно исходится к этому статистике а критическая точка привлечения начинает приближаться единички ну а если неверно там не убегает на бесконечность она будет убегать какой точке она выяснились в точке как раз сигма на такой точке но тем не менее поскольку для достаточно большого беда выборки раз у нас ради икс когда больше икс значит это тоже должно быть больше единички если гипотеза не верно да и все-таки разница между здесь здесь будет идти к единичке а здесь не что больше но диалоги немножко другое не будем даваться доказательствам но в данном случае вот не на бесконечность но все-таки больше все-таки отклоняется достаточно от того значения чтобы по этому отклонению какие-то выводы сделать вот что еще тут можно сказать по этому поводу вот предыдущие критерии которые осматривали они были асимптотического уровня почему там во всех теоремках у нас они слабо сходились к нужному распределению да а этот будет критерий точного уровня потому что здесь согласно теоремке мы сразу получаем это распределение а что этот критерий будет точного уровня то есть он будет работать при любом объеме выборки n мы вот это критическое получаем а в предыдущих критериях все-таки теоретически начиная с некоторого объема выборки можно брать да вот такая идеологическая ну ладно так вот мы проверим берем две выборки нормальных распределений начинаем сравнивать их если у нас не совпали какой делаем что неоднородные все а вот если совпали теперь что должны проверить как правило начали скажу да что и вот есть это и больше за сработал дальше мы применяем критерий студента 6 критерий студента выборки из нормальных распределений выбор из нормальных распределений а и его и а и и То есть, какое отличие от предыдущего? Дисперсии кровы, а право от ожидания уже не знают. Проверяется гипотеза. Проверяется гипотеза. H0, что A1 равно A2 против H1, отличается. На кредерии осталось на такой диаре. Теареума. Видимо, сфинта не будет. Теареума. Случайная величина. Случайная величина. Вот такая. Очковь из NN разделить на N плюс N. Умножается на X минус 1 минус среднеуглачная Y минус 2. А почему бы это все делится на n минус 1 S в квадрате Х плюс N минус 1 S в квадрате Y разделить на N плюс N минус 2. И что это у нас имеет распределение студента. Состерединение свободы N плюс N минус 2. 6 Распределение студента. Распределение студента. То есть N минус 2, степень N минус 2. В этом выражении смысл понятен. Это у нас средне-выборочная, а это исправленная выборочная дискерсия. Вот такая теоретка. Следствие мы такое помещаем. Если гипотеза H0 1 равняется 2 верно. så 0 в ж о 0 на и глаз и Продолжение следует... 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 Если гипотеза h0 верна, то это что-то? Если гипотеза h0 верна, то есть гипотеза h0 верна, то есть гипотеза h0 верна. Если гипотеза h0 верна, то есть гипотеза h0 верна, то есть гипотеза h0 верна. Если гипотеза h0 верна, то есть гипотеза h0 верна, то есть гипотеза h0 верна. Ну и опять же критерия бутеза h0 верна. Действительно имеет такую вероятность, если наша статистика по абсолютной величине не больше критической точки. И отвергается, если больше критической точки. Такой это очень простенький критерий. Критерий опять же будет асинтагического уровня α. Так что его можно применять когда? Не всегда, а только когда, во-первых, n достаточно большое, хотя бы больше 100. Значит вам говорили, что функция лакласса работает плохо. Еще в каком случае следует применять? Когда вероятность p0 не слишком маленькая и не слишком большая. Значит там по-особому выше, да? То есть по идее где-то между 0.1 и 0.9. Значит нехорошо. Исходимость будет тем лучше, чем ближе p0 к 1.2. Так что это надо тоже вычитывать, но не будем это обсуждать. Ну и давайте в качестве примера возьмем такую задачу. Ну про ласценки я думаю все слышали. И про гонения на генетиков с Академией Москвы в 1948 году, да? Как? Нет? Когда там генетика была объявлена наукой, там и фасадки начались еще. Что, уже не слышали? Слышали, слышали. Слышали, слышали. Ну да. Ну вот после 1948 года в Академии наук все ученые начали ласценки избегать нормальное. И за стол с ним рядом не садились. Исключение сделал один Калмагов. Почему? Ну он объяснял это тем, что Ласценко заблуждался искрень. И в качестве обоснования он приводил такой факт. Значит, Ласценко пытался проделать закон Моргена о распределении реценсивных доминантных признаков. И поручил своей аспиранке проделать такой эксперимент. Она, значит, согласно теории Моргена, при посеве семян гороха реценсивного цвета к доминантному должно было отношение 1 к 4. Вот она посеяла 4000 семян гороха и начала смотреть. По теории должно было получиться 1000 с реценсивным и 3000 с доминантным. Посеяла, провела эксперимент и обсчитала там, сделала вывод о том, что закон Моргена не верны. Написала статью и получила кандидат сквестей. Ну а Калмагов тоже посмотрел эту статью и сделал вывод наоборот, что эксперимент проделал. Как раз блестящее закон Моргена подтверждает. Сейчас мы этим и прокомментируем. Итак, задача такая. Да, кстати говоря, вот эту историю, где я взял? Ее вы можете найти в статье Владимира Арнольда. Знаете, такой великий наш математик, лет 5 назад он даже. Потому что ни разу не слышали. Даже с иностранцами, как вы представляете имя Арнольда, хотя я имел в виду другого. Сразу, а, это Владимир Арнольд. Нет, Сева. Академик Арнольд. Академик, да. Вот. Статейка. Можете даже ее почитать. Статейка, хотя и немножко рисковатая, но интересная. Называется «Новый акскурантизм и российское освещение». В интернете все это есть. Ну, значит, вот он при ссоре тому излагает. Итак, задача такая. Согласно законам Менделя, при посеве гороха, вероятность рецензивного цвета. Вероятность рецензивного цвета. П маленькая равняется значки вот этой. Вероятность рецензивного цвета. Включение к четырех. Да. Пятая. А, ну, видимо, к трех все-таки. К трех. В общем, к трех. Не неправильно я сказал, а, наверное, все-таки к трех. Пятая доминатного здорово уравняется три четырех. Точка. 3 пасиви... 5000 семян... 3 пасиви 4000 семян, оказалось, 970 исходов 30 сильного цвета и 3030 доминантного. Предполагаем, что все значили. Проверим гипотезу. Недаль прав против альтернативы Недаль неправ. Пусть уровень значимости А равняется 0 на 5. Пусть уровень значимости А равняется 0 на 5. Итак, наша статистика имеет простой вид. М минус НП0 разделить на корень из НП0. Здесь по эксперименту получилось 970. По теории должно получиться 4000 на 1 четвертый. Делим 4000 на 1 четвертый. Здесь у нас все получается 970. Минус 1000. Теоретически, да, значит это. Здесь мы можем вынести, поделить на 4, вынести пятерку на 35 корней из 30. И здесь у нас получится минус 30 разделить на 5 корней из 30. И если приблизительно присчитаем, то у нас получается минус 1 0 95. Ну а при альтернативе равняется 2 0 5. Опять же, уже сто раз делали. Ф от критического равняется 1 минус 0 5 на 0 4 это 75. И тут мы получаем нашу любимую. Уже должен, наверное, запомнить 1 0 6. Вот. Ну и так как КАН по модернизу равняется 1 0 0 0 5. То гипотеза Меддаля принимается. То гипотеза Меддаля принимается. Так что, почему КАН по модернизу рассадился? Ну, он посчитал, что работа выполнить честно, результаты не фальсифицировать. И, соответственно, она, наоборот, подтверждает работа не пользу Меддаля. Просто выводы из него были сделаны неправильно. Кстати, как я тут, ну, в интернете ничего все есть. Взбопытство загублю, там, Ермолаев, это и фамилия аспиранты. Статья была написана в журнале с громким названием «Ервизация». Ну, это метод агротехнический, который Лысенко пропагандировал очень сильно. Ну, и, значит, как она там оборудовала? У нас зачем-то разбила вот эту большую выборку по разным семейницам, в каждом семействе по 20-30, и начала смотреть отклонения в каждом из них. Естественно, выборки маленькие – 20-30. Естественно, внутри вот этих маленьких выборок отклонения были большие, да? А у нас сделала гробки вот, что раз в каждой группе отклонения большие, значит, не работает и вовсе, да? Ну, темные люди, что с кем взять? Ну, на самом деле здесь мы могли поступить и проще, без всяких там проверок статических гипотез. Не, ну, возможно, это как бы в каких-то видах растений, наоборот, не выполняется в высокую сторону? Нет, ну, мы ощущаем, потому что я за кем-то проверяю, когда? При большом объеме выпадки, да? При маленьких – мы гарантированно получим большие расхождения, почти с гарантией полных. Тогда им надо было один вид брать? Так мы брали один вид, так понятно, да? Один вид, а нет, один вид, просто разные кусты, то есть разные семейства, да. Вид один. Внутри одного вида имя такое. Вид один, но разные семейства, видимо, разные кусты, может быть, там, из разных зерносохранилищ. Но она зачем-то начала разбивать на кучки, и в каждой кучке смотреть в клонии. Понятно, что если разбить, можно было вообще на группы из одного растения разбить. Ну, да. По количеству. Ну, а даже было в 12-30, понятно, что там оттлонения были дикие, и понятно, что оттлонения были в каждой кучке. Как, кстати, и по теории должно происходить? Сейчас с теорией сравним. На самом деле, мы могли без всяких гипотез посмотреть, что это на самом деле и должно быть нормально. Вы посмотрите, оттлонения от 1-30 – это что? Это отклонение, да? А вот этот знаменатель у нас какой смысл имеет? Вспоминаем распределение Бернольда. Число… Это средне-катрическое отклонение. Это ШЭСКОО. Сам чисто видит, да? Так что вот этот у нас СКО, то есть СИГМА, да? И что мы видим? Что СИГМА – это у нас что будет? 5 корней из 30. И это у нас приблизительно сколько-то там… Посчитал… 27,4. Приблизительно 27,4. Ну и приблизительно как раз вот с этим отклонением 30 и совпадает, да? Так что в этом эксперименте отклонение оно как раз и составило то, которое отклонение можно ожидать. То есть среднеожидаемое отклонение – 30, да? Так что прекрасно согласуется с теорией. Самое смешное, что Калмагуру хотел опубликовать статью, которая вот с такими выводами. Но там другие генетики, правильные уже, неосентесы, подсветились и свои эксперименты выбрали. И они как раз оттасовали эксперименты, и у них там получалось чуть-чуть ленированных. Одна тысяча и четырех. Ну и понятно, что согласно теории такого быть не может. Тогда нет, должно быть. Да? Именно такое. Ну и тогда исполнял статью получить, что он их разоглашил, потому что они свои эксперименты, в отличие от Ярмолая, оттасовали в нужную сторону. Поэтому он воздержался от публикации. Вот такая история. На сегодня все.